МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Такое определение, как двойная превенция, в уголовном законодательстве не встречается нигде, поскольку это теоретическое понятие. Тем не менее, в правоохранительной практике его повсеместно употребляют и даже спрашивают сотрудников полиции, какое количество преступлений двойной превенции они выявили. Термин «превенция» происходит от слова «опережаю, предупреждаю». Выявление преступлений с двойной превенцией необходимо не только для привлечения граждан к уголовной ответственности за совершение ими конкретного деяния, но и также в целях профилактики совершения ими более тяжких преступлений. Именно в этом и заключается смысл такого понятия, как двойная превенция. Выявление преступлений с двойной превенцией как способ борьбы с преступностью и профилактика преступности. Это тема программы «Прокурор в теме», и я представляю гостя в студии. Алексей Павлович Фомин, заместитель прокурора Куйбышевского района города Самары. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, тема у нас для разговора заявлена, тема интересная. Я надеюсь, что вы сегодня нашим уважаемым телезрителям подробно ее осветите. Но прежде чем мы перейдем к разговору, я бы хотела спросить вас, как давно вы работаете в прокуратуре, почему вы выбрали именно это место работы, расскажите, пожалуйста. В прокуратуре работаю с 2019 года, то есть уже 4 года я нахожусь на службе в органах прокуратуры, занимал различные должности, то есть свою карьеру я начал в 2019 году, с должности помощника прокурора Челнавершинского района, то есть работал в достаточно отдаленном, но интересном районе, где, в принципе, получил свои первые базовые знания, после чего в 2021 году назначился на должность помощника прокурора Советского района города Самара, где немного поменял вектор своего надзора, то есть с общего надзора в более уже в следственное направление ушел, то есть стал чаще посещать, участвовать в рассмотрении уголовных дел судами, поддерживать гособвинения по данным категориям дел. Далее проследовало повышение, был назначен в этом же году на должность старшего помощника прокурора Куйбышского района, и вот непосредственно в данном году, в 2023-м, уже занял должность заместителя прокурора тоже в Куйбышском районе. Ну, за 4 года такой достаточно серьезный карьерный рост. Скажите, вот вы сейчас озвучили то, что занимаетесь, да, как бы более следственными делами. Скажите, вам это лично интересно, либо у вас выявились к этому способности? Ну, хотелось бы верить, что способности, но мне всегда это было более интересно, и в университете я обучался в Самарском уже национально-исследовательском университете имени Королева на факультете юриспруденции, на кафедре уголовного процесса и криминалистики, поэтому изначально мне данная тематика самых первых моих шагов юриспруденции была наиболее интересной и, казалось, более актуальной. Спасибо. Как известно, 2023 год объявлен годом педагога-наставника. Скажите, пожалуйста, а кого вы можете назвать своим наставником? Ну, своим наставником я могу назвать своего первого прокурора, своего первого заместителя прокурора района, то есть непосредственно, где я работал, это в Человершинском районе. Но впоследствии каждый руководитель в каждом месте, где я работал, он свой неоценимый вклад внес в развитие меня как профессионала, развитие моих способностей, навыков, каких-то более углубленных, уходя от теории к практике. То есть шаг за шагом позволял мне ориентироваться в профессии и непосредственно в надзорной деятельности. Да. Ну, скажите, как часто вы обращаетесь сейчас к наставникам за советами? Может быть, действительно были такие неразрешимые ситуации, когда опыт товарища действительно мог бы помочь вам, ну и помогал, я уверена, в этом? Ну, мне очень повезло с наставниками, с ними до сих пор со всеми я на связи, мы периодически общаемся, несмотря на то, что уже некоторые ушли на пенсию. Продолжают оставаться в теме, да? Да, остаются, конечно, в теме, всегда на связи, готовы помочь. В случае, если какие-то проблемы или неопределенные ситуации появляются, то для их разрешения я, конечно, могу прибегнуть к их совету, то есть в любое время позвонить, не исключено, что даже совсем позднее, всегда рады будут выслушать, помочь советам и в целом... В целом помочь, да, разобраться в какой-то ситуации. Разобраться в какой-то проблеме, найти правильный пути к ее решению. Да. Ну что же, давайте, Алексей Павлович, перейдем мы с вами к заявленной теме «Двойная превенция». Но в настоящее время какие основные тенденции преступности вы все-таки могли бы выделить? Ну, традиционно около половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищение чужого имущества. Как бы люди, как наворовали ранее, воруют и в настоящее время, только меняется лишь форма этих самых хищений. В частности, это кражи, грабежи и разбой. Сохраняется тенденция устойчива уже к увеличению количества преступлений, противоправных деяний в сфере информационно-телекомендиционных технологий. То есть, непосредственно с использованием сотовых средств сотовой связи, компьютеров, планшетов, всевозможных технических средств. Их удельный вес в числе всех преступных посягательств также продолжает расти ежегодно. Ежегодно количество совершенных дистанционных мошенничеств и краж возрастает. Раскрываемость киберпреступлений в среднем составляет около 1,3 от общего числа совершенных. При этом полагаю, что особенности преступности могут быть разными не только в разных субъектах нашего государства, но и даже в пределах района городского округа. То есть, преступность и ее структура, она может быть разной. В сравнении с январем, августом 2022 года на территории Куйбышевского района, к примеру, два раза возросло число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. На территории нашего района в текущем периоде отмечается снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Вместе с тем, негативно оцениваем ситуацию, связанную с существенным ростом преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения. То есть, да, действительно, данные проблемы есть. Причем не только, как принято полагать, среди молодежи. И взрослые люди тоже могут, в последнее время имеется у них такое пристрастие к наркотическим средствам, синтетическим. Ну, для этого необходимый комплекс мер принимается. – Скажите, пожалуйста, а вот если мы сейчас немножечко остановимся на теме с наркотиками, особое внимание именно подростковой преступности уделяется ли, я имею в виду, здесь распространение наркотиков в школах? – Определенно, да, конечно, уделяется. Достаточное внимание данной проблеме на территории Куйбышского района города Самара в текущем году не зарегистрировано ни одного преступления, связанное с наркотиками, в которых каким-либо образом были замешаны несовершеннолетние школьники и студенты. То есть ни одного преступления несовершеннолетним не совершено указанной тематики. – Ну, то есть это не говорит о том, что, допустим, школа что-то скрывает и так далее. А если вдруг родитель столкнулся с тем, увидел, услышал, ребенок рассказал, что, допустим, вот такие случаи имеют место быть, скажите, первым делом обращаться в прокуратуру или все-таки в полицию в первую очередь? И не нужно ли оставлять и пускать это дело на самотек, либо разбираться внутренне, но уже с директором? Ваш совет? – Ну, я полагаю, что нужно определить цель, какую вы перед собой ставите. Если вы знаете о том, что какое-либо лицо сбывает, вовлекает несовершеннолетних потреблений наркотиков, то, конечно, можно обратиться сразу и в полицию, и в прокуратуру для более чуткого контроля, чуткого надзора. Но если это ваш ребенок, и вы понимаете, что он столкнулся с какой-либо проблемой, связанной с наркотической или иной зависимостью, я думаю, что прежде всего необходимо обратиться к специалистам, к врачам, наркологам, которые уже непосредственно помогут ему выбраться из этой зависимости. – Спасибо. Какие способы решения проблем преступности вы видите, ну и, конечно, разумеется, Алексей Павлович уже реализуете? – Ну, чтобы ответить на данный вопрос, полагаю, необходимо все-таки вернуться к теме нашего эфира и поговорить непосредственно о превентивных составах преступлений. В целях снижения и профилактики тяжких и особо тяжких преступлений большое значение имеет организация своевременного выявления и раскрытия преступлений, носящих превентивный характер. Принитивный состав преступлений играет важную роль в борьбе с преступностью, выступает в качестве инструмента предупреждения о совершении преступлений, подавления попыток их совершения. Принитивный состав представляет собой целую совокупность мер, направленных на предотвращение преступной деятельности, создание угрозы для потенциальных преступников. Главная цель принитивного состава преступления – это создание условий, непосредственно которые бы отпугнули преступников от совершения преступлений или помогли их вообще в целом предупредить. Необходимо заметить, что пренитивный состав не ограничивается предупреждением преступлений только посредством репрессивных мер, таких как наказание. Важная часть пренитивного состава является понятие социальной безопасности, которое направлено на реабилитацию, на ресоциализацию преступников, чтобы они смогли перестать совершать преступления и снова стать полезными членами нашего общества. То есть влиться назад, несмотря на то, что уже там имеет за плечами какие-либо недостойные, скажем так, деяния. То есть стать законопослушными гражданами. Да, стать законопослушными гражданами, так как они уже наказание понесли, осознали все вовремя, одумались и решили все-таки стать частью общества, частью коллектива и приносить пользу себе и, соответственно, иным лицам. Да. А какие функции могут осуществляться вот как раз за счет выявления превентивных составов преступлений? Ну, основные две функции, как я полагаю, это предупреждение совершения преступлений и предупреждение рецидивизма. Тоже у нас в последнее время является острой данная проблема. Лица, соответственно, решают рецидив. Рецидив – это три-четыре более преступлений? Нет, рецидив – это если лицо ранее уже совершало преступление, совершает его вновь. Да, и было осуждено. Ну, да, лишь бы было осуждено и совершает его вновь это преступление. То есть повторный даже рецидив. Его не остановило однозначно наказание, и он все больше и больше погружается в этот криминальный мир. Поэтому за счет выявления превентивных составов преступлений возможно снижение числа в принципе совершаемых преступлений. Применение превентивного состава способствует профилактике правонарушений. Наличие законов и наказаний за их нарушение создает страх перед возможным более тяжким наказанием, что может удержать потенциальных преступников от совершения противоправных деяний. Также превентивный состав направлен на предотвращение повторной именно преступности, повторение противоправных действий какого-либо лица. Меры профилактики, включая реабилитацию, социализацию, контроль поведения преступника способствуют снижению рецидивизма и защите общества от преступности. То есть взять простой пример. Введена была в уголовный кодекс статья 116-я, прим. 1, часть 2-я. Буквально в прошлом году, на которую устанавливают ответственность для лиц, имевших судимость за насильственное преступление, за побои. То есть если обычный гражданин нанесет побои ранее несудимый другому лицу, он привлекается к административной ответственности. Но лицо, которое имеет судимость непогашенную, которое было судимо за убийство, вышло из тюрьмы и кого-то опять побило, оно непосредственно привлекается сразу к уголовной ответственности. То есть таким образом государство превентивно реагирует на негативные последствия, которые могут наступить от его безнаказанности. То есть если бы не наказались за эти побои, то тогда было бы совершено более тяжкое преступление, простыми словами. То есть он сразу привлекается, не как обычный гражданин, ранее который был законопослушным, по каким-либо причинам приступил закон. Он сразу привлекается к уголовной ответственности. Таким образом государство регулирует поведение таких лиц. Ну вот, кстати, очень хороший пример привели. Но вот выявление указанных преступлений достаточно ли для того, чтобы как раз искоренить рецидивную преступность? Или все-таки необходимо прикладывать какие-то дополнительные усилия? Ну, немаловажная часть именно профилактической работы, она в том числе в борьбе с рецидивной преступностью, является реестр социализации осужденных, которые ранее уже отбывали наказание в справедливых учреждениях. Одной из основных целей и задачи уголовно-исполнительного законодательства является оказание осужденной помощи в социальной адаптации. В целом, если взять, рецидивизация – это комплексные мероприятия воспитательного, психологического, нравственного, социально-экономического, правового характера, осуществляемые сотрудниками исправительного учреждения, сосужденные перед их непосредственно освобождением из места лишения свободы. Все-таки человек, он немного деформируется, находясь в местах лишения свободы, начинает исповедовать какой-либо определенный уклад правил поведения, которые приняты... Как минимум стилизироваться нужно, подготовиться. Ну да, то есть, которые непосредственно предусмотрены до места лишения свободы. И вот комплекс этих мер, он разработан в целях реинтеграции их в общество, то есть непосредственно лиц, которые ранее уже отбыли свое наказание. Процесс ресоциализации осужденных, он направлен на их скорейшее возвращение в социум, приобретение ими новых специальностей, профессий. Я думаю, многим известно, что в настоящее время в исправительных учреждениях активно получают и образование, в том числе и среднеспециальные осужденные, могут там обучаться на различные должности, таких как слесарь, токарь, плотник, даже сейчас с информационными коммуникационными технологиями, то есть ИКТ, а также вплоть до программирования. То есть всеми возможными способами наше государство пытается не допустить их исключения из общества, оставить их в социуме и впоследствии, чтобы после того, как они уже все осознали, смогли адаптироваться к жизни после мест лишения свободы. Чему, кстати, ранее не так сильно внимание уделялось. Подготовка осужденных к освобождению, прежде всего, включает в себя разностороннее изучение личности, в том числе содержание его интересов, уровня развития, нравственно-психологических качеств, мотивации поведения освобождаемого. То есть конкретно изучается его круг общения, поддерживает ли он с ними связь, различными способами выясняется, с чем он планирует заняться, будучи уже на свободе. С учетом этого формируется его документация в отношении его после освобождения, ведь сведения выходят и в полицию, и в уголовно-исполнительные инспекции, чтобы они могли осуществлять должный контроль за данной категорией лиц. Освобождение от отбывания наказания затрагивает также интересы его родственников непосредственно, которым он, возможно, после отбытия наказания прибудет, для того, чтобы проживать. Исправительное учреждение и общество в целом, так как от подготовки осужденного к дальнейшей жизни на свободе зависит его поведение на свободе, что в конечном итоге, в том числе, складывается и на состояние рецидивной преступности. Организация осуществления мероприятий по ресоциализации осужденных возлагается на сотрудников воспитательных, психологических отделов, группы социальной защиты, сотрудников отделов, специальный учет других заинтересованных служб, но это непосредственно в колонии. Когда человек уже освобождается, все это ложится на плечи участковых, полномочных полиции, уголовно-исполнительных инспекций в различной степени. В исправительных учреждениях планируется проводиться круглые столы с приглашением представителей правоохранительных органов, центров занятости населения, на которых обсуждаются вопросы правопослушного поведения после освобождения, представляется перечень организаций с указанием востребованных в регионе специальностей наличия свободных для трудоустройства мест. То есть уже непосредственно на стадии, то есть человек еще отбывая наказание, его срок подходит к концу, уже этим вопросом озадачиваются и представители администрации, куда лицо будет освобождаться, и администрации учреждения, в котором он отбывает наказание, привлекают всевозможные службы, такие как центр занятости, определяются, вот, допустим, осужденный такой-то, он прошел обучение по таким-таким специальностям, пока отбывал наказание, в целом характеризуется там положительно, он может приносить пользу в каком-либо предприятии. Центр занятости определяет конкретный перечень профессий и... Мест для трудоустройства. Ну, то есть вы хотите сказать, что сейчас этот миф, когда после освобождения трудно, а порой даже невозможно трудоустроиться, все-таки отпадает? Ну да, как бы раньше было принято говорить, украл-выпил тюрьму, есть такие категории лица и сейчас, но в целом люди, отбыв наказание, делают для себя определенные выводы и стремятся уже социализироваться, к чему все, как бы, стремятся, органы системы профилактики, чтобы, самое главное, не допустить повторного попадания лица в исправительное учреждение. На что сейчас обращается особое внимание правоохранителей? Ну, в последние годы все больше внимания общественности и правоохранительных органов привлекает насильственная преступность, прежде чем в семье, представляющая собой одну из наиболее распространенных социально опасных форм агрессии. Как правило, такие преступления, они совершаются в состоянии алкогольного либо иного опьянения. Да, есть такая проблема алкоголизма, но вместе с тем проблема предотвращения преступлений против личности, совершаемых на бытовой почве, является наиболее злободневной. Такие преступления, они посягают на самое ценное на жизнь. Здоровье человека оказывает негативное влияние на общественную нравственность. К преступлениям превентивного характера, в частности, относятся распространенные в быту в случае причинения легкого вреда здоровью, предусмотренной статьей 115 УК РФ, причинение средней тяжести вреда здоровью, предусмотренной статьей 112 Угроз убийством, статьей 119 УК РФ, также в настоящее время правоохранительные ориентированы на выявление преступлений, предусмотренных статьей 117 УК РФ, достаточно такая специфичная. Эта статья предусматривает уголовную ответственность за истязания, то есть причинение физических либо психических страданий путем стематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями. Своевременное выявление и привлечение к ответственности виновных лиц способствует недопущению совершения ими более тяжких преступлений, о чем мы уже ранее говорили, таких как убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, которое впоследствии может повлечь смерть потерпевшего. Составы преступлений являются особо тяжкими, то есть статья 105-й, 111-й УК РФ. Вы знаете, мне сейчас на память пришел случай, такая известная, общеизвестная поговорка, когда говорят, нет тела, нет дела. Вот будет тело, тогда и приходите. Это я к тому о домашнем насилии или о насилии, которое происходит в быту, о чем вы говорили. То есть систематически какие-то происходят избиения, там поступают жалобы в полицию, ну что мы можем делать, разбирайтесь сами. Ну то есть вот такая бытовая история, как вы ее можете прокомментировать? Ну я думаю, что все-таки это уже все уходит в прошлое, вот о чем я и сказал, что активно стала использоваться статья применяться 117-й УК РФ, это именно за систематическое нанесение побоев, причинение психических страданий. А вот в таких случаях можно ли обратиться в прокуратуру, если, допустим, вот как я сказала, полиция бездействует? Конечно, можно, да. Бывает такое, можно. Можно, наверное, да? Да, соответственно, проверка будет проводиться, то есть все факты, которые зафиксированы, вызовы полиции, фиксирование побоев, они будут истребованы, собраны, и впоследствии приняты весь комплекс мер, направлены на привлечение виновного лица к установленной ответственности. Выявление превентивных преступлений возможно только для пресечения насильственных преступлений? Ну, я думаю, что, конечно, нет. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено значительное количество составов преступлений именно профилактической направленности. Например, лицо, управляющее автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, если при этом он ранее уже был подвергнут административным указаниям за управление транспортным средством в состоянии опьянения, в указанном случае он подлежит уголовной ответственности уже по статье 264 прим. 1 Уголовного кодекс Российской Федерации. Если детально разобрать ситуацию с привлечениями к уголовной ответственности по указанной статье, то можно заметить, что опасные последствия в виде причинения кому-либо повреждений, либо ущерба не наступили. Вместе с тем, таким образом, государство профлактирует возможные негативные последствия, которые могут происходить от такого рода неразивых водителей и сразу их уже привлекает к уголовной ответственности. В целом, исключая их повторное, противоправное поведение, так сейчас активно уже применяется мера... А вот, кстати, практика на деле применяется? Конечно, применяется, да. Можете цифры какие-то назвать? Да, ну, ежегодно значительное количество преступлений в указанной категории совершается. В данном году на территории Кубежского района зафиксировано вот уже постоянно на сегодняшний день 14 преступлений таких, которые несут уголовную ответственность. Да, которые несут уголовную ответственность. То есть лица, которые ранее были привлечены к административной ответственности за вождение в интервью виде, лишены водительских прав, но решили вновь пьяным сесть за руль. Да, такие 14 фактов установлены. Кроме того, активно сейчас судами применяется практика конфискации транспортных средств дохода государства. Вот таких водителей, если в собственности транспортное средство лица находилось, которое им управляло в данном году, у нас один случай такой тоже установлен. Судом принято решение о конфискации транспортного средства дохода государства. То есть приговор закону сил вступил, транспортное средство конфисковано. Так, а уголовная ответственность на какой срок наступает? Ну, преступление небольшой тяжести, скажем так. То есть до двух лет в основном. Ясно. А вот как вы считаете, влияет ли лечение наркозависимых лиц на состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств? Да, я полагаю, что, конечно, влияет, но хотелось бы еще рассмотреть первопричины, по которой лица попадают в эту кабалу под названием наркотики. И, соответственно, поговорим о превентивных мерах, которые позволяют нам предотвратить потребление наркотических средств лицами, которые ранее вообще не были связанными с этой тематикой. То есть, если рассмотреть конструкцию статьи 230 Уголовного кодекса Российской Федерации, ей установлена ответственность за вовлечение в лица потребления наркотических средств или психотропных веществ. Фактически указанная статья, она позволяет принимать меры пожелавшему перетянуть человека на темную сторону лицу, угостить его наркотиками. Ну, по разным причинам. В дальнейшем лицо, которое было вовлечено в потребление наркотических средств, продолжающие употреблять наркотики, в любом случае будет установлено. В большинстве случаев при них обнаружены наркотические средства, которые они хранят для личного потребления, в связи с чем впоследствии привлекаются к уголовной ответственности. При этом есть те, которых поглощает криминальная романтика ввиду того, что они начинают заниматься сбытом наркотических веществ, вовлекать еще больше людей в потребление наркотических средств в геометрической прогрессии. То есть, один вовлек одного, другой другого, и уже, соответственно, они каждый вовлекают все больше и больше людей, лиц в потребление данных веществ. Ответственность за совершение вовлечения лица в потребление наркотических средств позволяет предотвратить увеличение числа наркопотребителей в так называемом зародыше, в связи с чем прокуратура ориентирует поднадзорные правоохранительные органы на выявление указанных составов преступлений. Логика в этом простая, проще не допустить того, чтобы лицо стало наркозависимым, чем впоследствии лечить его от наркомании, ресоциализировать, о чем мы уже говорили, в целом никто не даст гарантии того, что это даст положительный результат. Что касается непосредственно лечения, в соответствии с статьей 72.1 Уголовный кодекс Российской Федерации, на лицо, которое признано больным наркоманией, осужденному за совершение преступления, может быть возложена обязанность пройти лечение от наркомании, либо медицинскую и социальную реабилитацию. Это все назначается по решению суда. Это положение закона распространяется на лиц, в котором в качестве основного вида наказания назначены штрафы, какие-либо незначительные, то есть не связанные с лишением свободы наказания. При этом ответственность лица, признанного больным наркоманией за неисполнение указанных обязанностей, установлена кодексом об административных правонарушениях. То есть если лицо уклоняется от прохождения диагностики, всяких профилактических мероприятий, лечения, то в отношении него применяются меры административного воздействия, он привлекается к административной ответственности, за которую предусмотрен штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Это статья 6.9.1 Кодекса административных правонарушений. То есть таким образом вынуждая его все-таки пройти, сходить до врача, чтобы он его, соответственно, обследовал, сказал, что какие необходимы принятия меры для его ресоциализации, борьбы с пагубной привычкой. Указанная норма, она является эффективной. Лица иногда просто по собственной лени не хотят идти к врачам, но после того, как их неоднократно привлекает к ответственности, все-таки идут и впоследствии даже благодарят правоохранительность, что действительно помогло им избавиться от такого недуга, как наркотическая или иная зависимость. Результаты рассмотрения судами уголовных дел свидетельствуют о том, что лечение назначается в основном лицам, осужденным за преступления, связанные все-таки с незаконным оборотом наркотических средств. При этом больными наркоманией являются не только те, кто совершает преступления в данной сфере, и те, кто совершает кражи и угоны, они также могут быть больными наркоманией и нуждаться в лечении, в связи с чем необходимо применение данной практики к всем лицам, которые тем или иным, в той или иной степени больны данным недугом. Ну что же, спасибо вам большое, наше время подошло к концу, спасибо всем тем, кто был сегодня с нами, надеемся, что ответы моего сегодняшнего гостя были для вас исчерпывающими. Всего хорошего, это была программа «Прокурор в теме». Алексей Фомин, заместитель прокурора Кубышского района города Самара, отвечал сегодня на мои вопросы. Благодарю вас, всего хорошего, до свидания. До свидания.